Доброго времени суток всем, дорогие друзья! С вами Каспер, с вами StarLadderTV, с вами The International 2. Комплексити против Orange. Последняя игра второго дня группового этапа. Я даже не знаю, что тут можно еще добавить. Комплексити сильная, сильная, не будем спорить, команда. Там, кстати, Кол и Ехоум сейчас делят четвертую позицию между собой в группе B и Комплексити. Очень сильно нужна эта победа над Orange, потому что если Комплексити сейчас Orange даже победят, то они занимают третью тогда позицию. Если же ничья, то просто умнички Комплексити остаются на четвертом месте, а Ехоумы там где-то еще с кем-то должны играть, по идее, совсем скоро. Так, MTV Navi. А, Ехоум сейчас с Даррорами играет. У них там свои разборки. Но я даже не знаю, если Ехоум там сейчас побеждает, то они занимают третье место. Короче, все очень печально для Комплексити. Им нужно побеждать. Они вроде имеют хорошую позицию, но для того, чтобы на ней остаться, нужно действительно начинать тащить. Кто у нас там, где, на ком? В команды Комплексити, в Fluff and Stuff, играют они, кстати, за Radiant. На первой карте Ханна Монтана, Икс Майки, 88, Джейо и Ти Си. Тайлер Кухни, было интересно, почему Ти Си. Он просто решил сократить свое имя, фамилию. Команда Оранж, Винтер, Муши, Экстинкт, Яматех и Айс. Погнали, наверное, посмотрим на пики. Надеюсь, там нету медведя. Минус Ликантроп, минус Нага Сирена и Чен и Нокер Фреон в бане. Оранжи, ну что, будете банить медведя? Я не хочу видеть медведя и Марфа в очередной раз, потому что это будет просто вынос нашей детской неустоявшейся психики. Я не знаю, как это еще можно описать. Я, кстати, вот сейчас смотрю, что там происходит. Какие, кстати, игры сейчас идут? Идут сейчас Танг-Фу ИГ, Оранж Коул, Ехоун Даррер и Нави МТВ. То есть вот сейчас как раз, да, идет действительно последняя серия матчей. И от этих матчей будет зависеть расстановка. Вот именно за четвертый слот идет очень сильная сейчас драка в группе Б. Потому что в группе А все более-менее понятно, хотя на самом деле нифига не понятно. CLG и Evil Geniuses сейчас имеют одинаковое количество очков. Тоже они на четвертой позиции обе команды. Вот ДК. Зенит сегодня просто вырвались нафиг. Звери просто эти Зенит. Вот вылетели, выстрелили. И несмотря на то, что они сегодня утром были в конце вообще таблицы турнирной, сегодня они на третьей позиции уже. Вторые ДК. ДК. Ну, LGD на первом месте, понятно. У LGD еще 12-0. Они из 12 карт 12 взяли. Это абсолютный результат. И пока что он самый лучший. И вряд ли его получится, конечно же, превзойти. Потому что Invictus Gaming в группе Б имеют в своем активе 9-1. Но они, опять же, сейчас играют против Тунг-Фу. Там все очень будет интересно. И посмотрим, короче, как вообще все обернется. Всем нужны очки. Все хотят начинать из сетки винеров играть стадию, плей-офф. Все. Все, все. Я вам так вкратце рассказал. И Enchantress Venomancer. Слушайте, медведей нету. Марфа нету. Я осторожен. Комплекски могут взять медведя. Они любят медведя, но они его раскачивают не через Радианс, а через Майл, Штром, МКБ, Кираса и прочие фиговины. Я думаю, что, скорее всего, комплекски его и возьмут. Но я не очень хочу видеть Мишку. Он мне, правда, уже надоел. Я вообще не представляю, как он мог надоесть Нессу за этот целый день. Короче, да. Кто-то пишет, есть инфа, что Na'Vi собрались. Ну, блин, вот странно как-то. Я, может быть, сейчас покажусь каким-то, не знаю, Na'Vi ненавистником, но Na'Vi побеждают не самого сильного соперника. МТВ из 10 карт взяли 3. Вот так вот. Когда они выиграют, я не знаю, и Хомов 2-0, когда они выиграют Оранжей, которым они, кстати, благополучно всосали, впрочем, как и Invictus Gaming, которым они проиграли вообще без шансов. То есть у Na'Vi, они побеждают аутсайдеров. Окей. Они их и на всех турнирах побеждали. Ну, кроме, наверное, DreamHack, потому что МТВ их там тогда укатали. А против сильных команд почему-то не получается у Na'Vi пока что тащить. Я не знаю, в чем проблема. Вот, я смотрю просто результаты. Na'Vi Invictus Gaming 0-2. Дальше. Na'Vi Call 1-1. Где-то еще у нас были Na'Vi. Na'Vi Home 1-1. Причем они уверенно брали первые игры и потом вообще бездарно отдавали вторую игру. Na'Vi Orange 0-2. Но это уже сегодняшний матч. Я помню. Na'Vi Dara 2-0 победили. Да, тоже эта игра была у нас сегодня. Ну и сейчас Na'Vi играют против МТВ. Опять же, последние места в группах. Dara'Vi обыграли. Dara'Vi вообще идут с двумя победами по этой сетке. Из 10 игр 2 победы. И у них сейчас матч против E-Home. Против еще одной сильной китайской команды. Так что я даже боюсь представить, что у них там дальше. И как они там вообще будут играть. Ладно. Да, вижу я все-таки Медведя. Вижу я Лишра Као, Комплекс, Тинкер, Виномансер. Оранжи. Ну, просто Тинкер, да. Вторая стадия банов у нас начинается. Общаемся мы в Твиттере по хэштегу ТИ-2 и ТИ-2 Каспер. Так. Пишут. Вот это уже... Короче, ладно. Я не буду обсуждать Na'Vi. Это бред, как по мне. Да, но то, что Дэнди на Пудже нормально себя показывает, это, конечно, хорошо. Хорошо, хорошо. Вторая стадия банов затянулась, друзья. Но Тинкер пойдет, скорее всего, в мид. От Оранжи, Виномансер, Сенчантрес будут стоять в легкой с кем-то. И осталось сейчас выбрать персонажа для сложной и главного кэри. Морфа забанили, слава богу. Есть минус один кэри. И будут ли банить кого-нибудь для сложной? Пока непонятно. Потому что в сложной может стоять Дарексир. Кстати, в сложной азиаты также могут поставить Тайтхантера. Совершенно спокойно. Он у них там стоит просто на 5 с плюсом. В этом-то и дело. Так что, так что, посмотрим, чем закончатся все эти баны. В комплекте, опять же, Лондруид может и в мид спокойно пойти против того же Тинкера. И надавать Тинкеру лещей. Скорее всего, все-таки, наверное, будет Рубик стоять. Не знаю. Хотя, могут Рубика отправить слишком широком куда-нибудь на легкую. Супортить, да либо кому абсолютно. И взять кого-то в мид, а Лондруид будет сложный. Но это, опять же, все чисто теория. Посмотрим, как все будет обстоять на самом деле. Минус Shadow Demon от Orange. Минус Shadow Demon от Orange. Это есть гуд. Это действительно приятно. Я пока обновляю статистику по своей Оло Лоша Тим. 5069 место. Нет, мне нужно лучшее место. Пока что 5069 все-таки. Еще не обновили стату, но Пупей уже начал приносить очки первые. Отлично. Вигас, Блад Энджел. Что-то пока вообще не торт. Самый торт у меня вот в команде, опять это Фэнтези Тим. Я не знаю, может, 50 раз говорю. Но это год. 55-очку хвост тоже начал нормально подниматься. 39 и лода. 32. Бульба 30. Все остальные так себе посредственно держатся. Ладно. Где там мой твиттер? Немножко он вроде подзамолчал. Подуныл. Действительно, люди потихонечку начинают уходить спать. Кто-то может наоборот только-только просыпаться. Почему СНГ такое дно? Да не дно. Почему именно твой единственный стрим нельзя смотреть с айфона? Не знаю. У меня такой же стрим, как у всех остальных. Пойди, все можно смотреть. Ну, все, короче, ладно. Минус антимаг. Вот так вот решили комплексити. Не банить никаких-то там сложно стоящих ребят. Мол, давай заберем у них просто двух основных кэри. И так же Тайтхантера просто сейчас забирают комплексити, которые могут точно так же пойти в сложную у Оранжей. Мне кажется, очень хорошо сейчас все сделали колы. Я, возможно, даже научусь играть в доту. Летают в родные края. Дарара, дарара, дарара. Ну, пока еще не улетают. Летать они будут, как только проиграют в нижней сетке. Потому что они будут начинать из нижней сетки. Это уже вроде бы понятно. Кстати, остается у Оранжей очень-очень мало времени. Вот у них основного времени остается 3 секунды. И всего лишь 11 дополнительного. То есть там все так, достаточно просто. Осталось ткнуть. И все будет отлично. 3, 2, 1, 2 секунды. Осталось Хаос Найт. Это Хаос Найт в легкую. Это Хаос Найт в легкую. Кого заберут колл? Может колл Тайтхантера отправят в сложную? Не знаю. Может это будет трипла сложной. Причем трипла такая, достаточно убийственная. Очень интересная. Это все мелочи. Я там слышу, кто-то где-то что-то кричит. Наверное, это все-таки Вилат там кричит. Ха-ха, пишут. На твоем месте я бы уже повесился столько стримей. Да нет, турнир интересный, игры хорошие. И, конечно, я даже не знаю, что тут можно еще сказать. Нельзя тут вешаться. Бистмастер. Сколько еще будут станов брать комплексти, непонятно. Потому что, по сути, у них Тайтхантер с реведжем, Бистмастер с криком Баттл Рор. А, Праймал Рор. Точно, Праймал Рор. Также, Корни там у того же Лондруида. Но это такое уже фартовое, пропрет, не пропрет. Лишрак со Станом, Рубик с Телекинезом. Очень много дизейблов. Причем дизейблов достаточно сильных. Конечно, ульты. Там только с левела 6. Посмотрим, как все будет. Брюмастер. Вот так вот. А теперь уже интересно, что у нас будет по линиям. Друзья, давайте начинаем смотреть. Пишут, Дарара сделали минус 4 против Ехоум только что. Как только Дарара снесут хотя бы 2 линии у Ехоум, можно будет о чем-то говорить. Потому что даже с одной линией они чрезвычайно опасны. Я просто смотрю. Вот сейчас в эксплите пишется, сколько кадров за сегодня было отстримлено. Эта отметка приближается от 1 миллион 162 тысяч кадров. Вот именно столько я уже успел сегодня углядеть. Но ничего страшного. Я думаю, мои глазки как-то переживут. Разбирает сейчас себе героев. Джейо. Нет, Джейо у нас будет на другом шпилить. Это будет Fluff and Stuff на Tide Hunter. Да, действительно, именно так. Команда Complexity. Смотрим внимательно за ними. X-Mike 88 на Лишраке. Джейо. Рубик. Ханна Монтана. Beastmaster. Fluff and Stuff. Tide Hunter. И TC играет на Медведя. Orange. Сингапур. Вроде бы оттуда же. Не помню. Да, вроде бы и Сингапура. Да, кажется так. Команда. Или Малайзия. Малайзийцы Orange. Точно, точно. Да, 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 да. У Сингапура другой флаг. Это Малайзия. И Sports Powerhouse. Да, да, да. И еще раз Малайзийцы. Прошу прощения. Команда Orange. Айс на Виномансере. X. Проблемы сейчас будут у Тайдхантера. Если его зацепят. Да, есть один слоу. Залетает еще Дайгер. Fluff and Stuff. Хорошие топоры, кстати. От Beastmaster тут же. Лишрак. Лишрак. Станчик. Но уже должен быть ли Станчик. Отлично. Телекинез просто по всем попадает. Хороший стан. Муши можно убивать. Муши убегает. Какой же все-таки жирный этот Муши. X тоже убегает. Все убегают. Какое месиво. Но Винтер умирает. Это все-таки First Blush. Пользу команды комплексти. Orange зализывает свои раны. Не догонит уже тут X. Майк. Отличный Дайгер от Айса. На развороте. И просто три умытых в Зеленчаке пацана отступают. Вот это был замес. Я даже не знаю, как они тут не умерли все. Но это было очень опасно. Хейст лежит внизу. Кто его будет забирать? Забирает его Хана Монтана. Хейст. Лазер у Тинкера. Может быть там как раз-таки Тинкера и не хватило со своими машинками. Ага. Там вторая игра походу начинается. Кстати, если кто-то там смотрит параллельные встречи, отпишите пожалуйста, как дела у Дарреров. Тоже очень интересно. Смогут ли они отобрать такие достаточно важные очки у Ехомов. И помочь нашим командам пройти дальше. Либо же Даррерам пофиг. Я не знаю. Короче, я думаю вы поняли. И Хом там просто сейчас всех разносит. Икс выходит сейчас на линию. У него есть сетка. Бистмастер отсюда может уже даже и не уйдет. Да, топоры есть. Сетку кидают. Начинают пинать Бистмастера. Замедления пока нету. Но нужен еще один Дарр фактически. Да, не успевал уже догонять Винтера. И есть минус Бистмастер на сложной линии. Хана Монтана погибает. Что-то становится 1-1. Рубик продолжает тут с вами молниями просто по КД задрачивать Тинкера. Тинкер даже сейчас будет уже вынужден, я так понимаю, баночку выпить. Пей банку. Нет, банку он сейчас пить не будет. Сейчас еще перетерпит. Одну подачу от Рубика, наверное. И потом только будет пить банку. Скорее всего. Денайт. Ну хорошо. Вот Мушев сложно. Я этого не понимаю на самом деле. Вот эта сложная линия, она не просто сложная. Она пипец просто какая для этого товарища. Просто сейчас будет денаиться куча крипов. Айс тут тоже ничем особо не поможет. Потому что как только выйдет Тайтхантер, они разбивают Сюрла тут вообще всем малазийцам. Ладно, что у нас тут по миду? Где тут? 10-4. 8-4. 7-5. Я слушаю, что там Нави вроде бы побеждают. Но как-то все вяленько на самом деле пока развивается. Короче, главное, чтобы Нави вышли из сетки венеров. А там все будет хорошо. Я думаю, они смогут снова зажечь. Главное им опять-таки подсобраться. Почувствовать свою игру. Может они сейчас на МТВ разогреются. Вспомнят, что такое побеждать. Так как это все-таки приятно. И начнут действительно побеждать в полной мере. Так, Медведь там что? Медведь только 2-го уровня. И до Медведя 3-го уровня еще нужно терпеть и терпеть. Поэтому корней никаких ожидать не стоит. Выходит Икс с дабл-дэмэджем. Слоу на Ханна Монтана. Клэп сейчас будет. Вот Ханна Монтана. И это минус. Вы не поверите кто. Ханна Монтана. Да, действительно. Энчандрес уже второй фраг на счету. Иксат. Экстинкт. И вообще все очень грустно. Теперь уже на сложной линии. Потому что она проиграна в салат. Брюмастер там подфармливает весьма-весьма знатно. Рубик левел 4. Тинкер левел 4. Понятно. Они тут вообще тоже достаточно ровненько. Хотя Тинкер сейчас под Тауэром получит себе там пол пятого уже. Да, да, да. Что-то Ямакех булки маленько расслабил. Ямакех 10 крипов у Рубика 12. Там что, Боттл прилетел? Нет, не Боттл. Джей ее просто подходит напрягать. У нас сейчас, кажется, замес будет. Да, потому что попал уже под раздачу Айс. У него гашнул просто флафенстав. Так, тут... Градсдрера, Ваня сел за руль Баланара и сразу победа. Хорошо! Неужели наши начали побеждать? Не прошло и полгода. Всего лишь понадобилось 2 дня группового этапа для того, чтобы наши команды наконец-то начали тащить. Отличненько! Просто отличненько! Что-то у нас Айс-Айс... А, нет, не Айс-Айс-Айс. Это просто даже Айс... Айс-Айс-Айс у нас в другой команде вроде бы играет. Флафенстав находит Веномансера, а сразу же мигает на него. Все, можно убивать его сейчас. Да, есть гаш. Рубик уже на обходе. Должен ловить всех Рубик. А, ну тут еще и Иксмайки. Да, это минус. Загулял Веник. Слишком самонадеянно как-то он действовал здесь. И опять что у Хаоса. У Хаоса один целый крип есть. Ничего себе. Иксмайки тут подходит. Там покидался что-то у него шариками своими. Нету, кстати, ни Пурмэншилда, ни других средств защиты у Муши. Хотя бы... Я даже не знаю, хотя бы Сталотшилд какой-то. Была бы уже, я думаю, неплохо. В общем, ладно. Флафенстав. Левел 4.5. Ну, можно, наверное, пойти даже попытаться подпушить. Да, действительно, сейчас через гаш. Нет, Флафенстав. Флафенстава можно сейчас убивать. Да, там ТП до Тауэр делает Винтер. Так, точно вообще стан под него закидывает Иксмайки. Но Винтер таких не прощает. Еще и Медведя отшлепал. А вот Флафенстав умирает просто от ракетки в лицо. И Плюшенцы, и Ямаотех. И Ямаотех очень оперативно сработал. В результате еще 4-2 становится в пользу Орэндж. Общая ситуация 0 по деньгам. И 1000 по экспе. Вот как-то так. Со злости вообще Ямаотех просто только что взял. И первым лазером пронзил этого Джейо. Выходит Брюмастер. Там телекинез сейчас будет. Да, поднимает Винтера. Он такой... Ай-яй-яй-яй! Кстати, Хлэпчик нормально. Третьего уровня украл Рубик. И будет, я думаю, очень полезен ему при гангах. Слово это хорошая весьма тема. Хана Монтана. Получил стан. Получил пару плюх. Кстати, когда-то будет 6-й уже указы. Совсем скоро. И будут залетать уже импетусы. 6-ая минута. Руна у нас не на топе. Руна находится внизу. Это руна невидимости. Видел ее вард. Кстати. Тинкер! Тинкер! Где ты? Как ты тут вообще внизу оказался, братюня? Минус Орэндж Ямаотех. 3-4. Хана Монтана. Нет. Дружище, давай, наверное, не вылазь больше. А то быстро отхватишь по серву. Начнутся опять проблемы. Здесь и с фейзами. Медведь пока с обычным тапком. Не знаю, будет ли он собирать свой медведющий фейзы. Но то, что тут будет Майлстром, я практически уверен. Вот, пишут. Наши наконец-то проснулись. Дрера выиграли. Нави ломают бараки. Хорошо. 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 Я так понимаю, там первая карта уже должна была закончиться. Слатан Стап, откуда у тебя Аркан? Откуда у тебя Аркан Буцы вообще, братюнь? Шестового еще нету у Винтера. Нужен Кабан. Кабана нету. Нифига нету. Я не знаю, что это вообще за выпад. Просто заставили Брюмастера сейчас, да, потратить один Клэп. И все. На этом. Ладно. Фармит пока что Каза. Казук, кстати, видят. Обсервервард. Это вражеский. Команда обсерверваться стоит. Джейоу. С четвертым фейтболтом. Угу. Интересненько. Что у нас там внизу? Ловят сейчас. Икс Майки. Просто фидак. Я не знаю. Лишрак. Он вроде бы хорошо все делал. Но посмотрите. У него сейчас нету абсолютно ничего. То есть вообще ничего у него нет. Это же Тапка. И это самое прискорбное. Он умирает уже дважды под вражеским Тауэром. Причем Тауэр продолжает стоять. У него больше половины ХП. И я вообще не понимаю, зачем он тогда этим занимается. Короче, забейте. Сейчас готовится выход из леса. Всем выйти из Сумрака. Хана Монтана. Нет, ловит, кстати, сейчас Икса. Минус Икс. Очень быстро. Опять же, очень большой бирс дэмэдж. Фейтболт. Даже Рубик не успел, кажется, потратить. А вот Флаффенставт нормально раздал Гаш и Энхорсмайш. Сразу же моментально просто прячется Муши. Муши выкупил, что беда. Энчантрес приостановила игру. А вот это, кстати, интересно. То, что Энчантрес приостановила. Кейборд проблем. His keyboard not working. Sorry. Ничего страшного. Без клавиатуры тоже можно поиграть. 2-0. Тонг-фу проиграли у команды Invictus Gaming. Вот. Есть инфа. Так, так, так. Я буквально на один момент. Да-ра-ра-да. Выиграли у E-Home. Ага. Это пока идут разборки. Кто будет с кем кометить. Все. Гоу-гоу. Гоу-гоу. Отлично. Починили наконец-то клавиатуру. И что у нас здесь у Флафенстафа-то? Начинает брить Тауэр Бейсмастер. Бейсмастер, обратите внимание, качается через Иннербист. Она у него уже левел 2. Дает 26 скорости атаки. И крипы очень быстро сбривает линию. Минтер. Пока что только Аркан Буци. Ти-Си. Тап. По язык. Тысяча денег. Не знаю. Он вроде пока еще ничего себе больше не покупал лишнего. Но суть не в этом. Тут, кстати, поймали сейчас. Муши станут на одну секунду всего лишь залетает от Хаос Найта. Пытается он убежать. Вообще не знаю, куда он там пытался убежать, если честно. Ничего у него из этого не вышло. Пау-энстап с третьим инкроссмешем сейчас может нормально держать вот этих крипов здесь. Глип фортификации уже потратили. Что у нас тут в миде? В миде готовит айс выпад. Проверил он сентрями, чтобы вардов никаких не было. А вард находится вот здесь, наверху. И сентри нету, естественно, никакого. Спалить нечем. Видят сейчас парни из команды комплексти, что отправляется виноватер на топ. Но это, я думаю, их не особо должно спущать. Джей Йоу. Какие-нибудь тоже себе, наверное, арканбуцы сейчас купят. Почему бы и нет? Много мана не бывает. Хотя нет, вру, бывает, бывает такое. И лучше стараться этого избегать. Полетели, полетели ракетки. Яматеховские по Яматеху, какого они там, третьего вроде бы уровня. Да, сейчас идет такой небольшой размен. Подпушивает Тинкер. Не знаю, правда, чем это все дело оправдано. Потому что у Яматеха там, кажется, травелов еще нету. Да, и до травелов ее очень-очень далеко. Мушль пошел гангать вместе с Винтером. Вот они как выходят. Стоит здесь вард. Они, не знаю, уходят на топ. На топ сейчас просто Тауэр пытается забрить. Хорошо тут Виномансер. Виномансер, Виномансер там плотно так быканул. Его забрали. Но и Флаффенстав здесь умирает. Только минус достается уже инче. С Импетуса она забирает Тайдулю. У Тайдули левел 7 и реведж был. Он так его и не потратил. Покупать себе рецепт на хедреску. Будет пайпить. Судя по всему, вряд ли это будет Миказма. Хотя, чем черт не шутит. В это время ТС 1800 уже заимел. И можно грызть вышку телепорта от одного Виномансера несчастного. Диаболики от Х-Майк. И минус вышка Лишрак. Кстати, забрал. Все, можно тапк пойти себе купить. И действительно, он, скорее всего, именно этим сейчас займется. Пойдет себе приобретет ботинок. Да, ботинок, вант. Просто затарился по полной программе, пацан. Вашан сходил. Да, это минус 5. Это победа Нави. Там что, уже 2-0, что ли, победили? Я так и не понял. Неужели, неужели 2-0? Или это первая игра? Я что-то не... А, да, да, да. Это, скорее всего, вторая уже игра. Или я, может, ошибаюсь. Короче, я уже тоже потихонечку начинаю засыпать. Но, надеюсь, это никак не повлияет. Да ладно! Забежал муж. Это 4 секунды стана. Просто только что обменялись пацаны. Есть также рейвидж от Адхантера, но он не стал его тратить. Видимо, решил, что подхил козы будет намного полезнее. Закидывают кентавра наверх. Бедный кентавр. Ну, ему там осталось стоять совсем недолго. Также попытка была убить Виномансера. Но там ремастер очень вовремя подходит. Делает ТП на базу. Сейчас Иксмайки, 88, и Джейо вместе с компанией сейчас подтягиваются в мид для того, чтобы забреть дир 1. Хорошо. Хорошо. Договорились. Винтер. Винтер успевает рассыпаться. 2 секунды залетает по Фаффенстаффу, но у него-то есть рейвидж. А рейвидж толку от него нету. Да, импету залетает. Последний блин. Как вообще это Адхантером разбирается? Просто грязь. Ханна Монтана камень получает от земляной панды. И отъезжает. 2 минуса вообще. Без 2 с 2 с дна. Как говорила Сава о мультике про Минни-Пуха. Ох, как больно-то этот фейтболт залетает. Только плохо, что гангануть больше некем. И нету никакого там Фуриона, Инвокера с Санстрайком и Рефрешером. Кстати, Тауруля-то стоит. Нужно ее сейчас дынаить. Заходит Медведь. Все, есть. Лунруид забирает вышку. В это время приговорили еще и Инчандрес. Есть 4 секунды стада, помучает. До свидания. Просто до свидания. Комплекски надо, надо тащить. Хотя, я даже не знаю. Нет, комплекски не надо тащить, наверное. Они имеют достаточное количество очков. Им не нужно тащить, нужно, чтобы Нави проходили дальше. Вообще, по идее, Орэнджи должны убивать сейчас Коллов. Но мы видим, что Флаффенстав в соло Тайдхантерах идет убивая Тинкера. Это вообще нонсенс. А Тинкер просто на вот этих драконах, я так понимаю, достаточно большое количество ХП потерял. И вот... Нашел его. Все-таки. Друг Тайдхантер. Ханамонтана вообще так четко, стратежно забирает крипов. По фарму. На первом месте у нас сейчас находится Тиси. Закономерное такое явление. 3-400. Нет, это все-таки будет Медведь через Радианс. Вот что самое интересное. Ну что ж, посмотрим. Я думаю, что Радианс, в принципе, тут неплох. Вроде бы. Тонкий Виноманзер. Тонкий Тинкер. Там муж еще получил. Тут что-то прами в табло. Инча тоже далеко не самый жирный герой в доте. И понятно, что Радианс ее тоже будет нормально сжечь. Да, действительно, Нави против Мортал Ти Ворк. Счет 2-0. Поздравляем на туз Винцера с победой. Наконец-то вот первая хорошая такая победа со счетом 2-0. Ну не первая, да. Сегодня они дареров-дарерочков. Еще успели его катать. И вот этими двумя победами они себе нормально заработали очков. Могут претендовать на выход из верхней части турнирной таблицы. Да, да, да. Кто у нас тут выходит? Что, идут кушать? Ну четвертый Ворду Виноманзера есть. Можно было бы, я думаю, пойти попытаться с Enchantress и парочкой крипов забить вышку, которая тут всего 580 хп. Но боюсь, что тогда комплексы уйдут в размен и будут убивать вот этот Тир-2. Действительно, так и есть. Клип фортификации присутствует, но его никто не юзает. Действительно, зачем под Диаболиком юзать клип фортификации? Вот, только-только сейчас его потратили. Все должны просто разбежаться. И ТС просто забирает Медведям сейчас в Тауэр. Не отдаю Тир-1. Кстати, Муши сейчас могут поймать. Сеточка закидывается. Стан просто от Кентавра по всей этой толпе. Но тут Рубик гонит сейчас Муши. Нужно закидывать его сюда. Нет, там все равно есть Блинг. И главное, вот этим достал, а Телекинезом не мог достать. Ну и ладно. Медвед уже с Сакрадом. И почти, почти с Родианцем. Да уж. Кстати, это третья вышка, кажется, у Медведя на счету. И у него просто сейчас Физы и Родианц. Родианц, Фаст, Радик. Да, это понятно. Там собирали и быстрее. Но просто тут еще есть Физы, которые стоят полторы тысячи. Это тоже достаточно неплохие деньги. И они у него были с самого начала, по сути. В общем, сгрызаться потихоньку начинает Тир-2 на топе. Медведю пока против поставить нечем. Потому что Примастер. Тайгер вроде есть. Я не знаю. Хаус Снайт меня вообще не впечатляет. Сейчас залетает стан Медведя. Три секунды. Хорошо. Сразу идет ответочка от команды Комплекски. Винтер умирает. Судя по всему, да. Есть Рэйвэйдж, Рэйвэйдж по рейнджовому крипу. Крип. Ты как? Нет. Нет, только не крип. Муши. Запрыгнула вообще непонятно куда что-то. Я понял, что случилось. Нави с Орэйджами поменялись игроками. Я не знаю, как это еще можно назвать. Потому что только что Орэйдж вычудили. Вообще непонятно что-то. В принципе, и Тайдхантер просто продемонстрировал нам классический Дред Рэйвэйдж. Так что все нормально. Что у нас здесь? У нас же здесь Джейо с Ворстафом. Лады, лады. Сейчас выходит обратно. Кстати, Яматех, где твои тревела? 18-ая минута, Тинкер до сих пор без тревелов. С счетом 1-2. Есть инфа, что это не слишком круто. Но он тоже так подумал и продолжает пускать крипов. Хотя только одного на самом деле пропустил. Это не самое критичное, что может быть. Флафф и Став. Мэджик Вант. Сильный Тайдхантер. Тайдхантер. Блин. Сейчас... Сейчас... Не, мордой в клавиатуру я, конечно, не упаду. Но бдительность этого явно становится меньше. Рубик активирует руну невидимости. И его быстренько по центре вардом разбивают. Просто разбился. Рубик. И у Яматеха появляются сейчас тревела, которые к нему уже должны лететь. Да, действительно, это так. Слафф и Став. Подпушил мид. Красавчик. Но нужно уходить. Нужно уходить, потому что сейчас за ним, скорее всего, тоже будут выезжать. Хотя Тауэр тут ловый. И пинать его буду достаточно долго. Вот, все. Тинкер теперь начинает летать. Отпушивать одну линию, вторую линию. Вот этот маленький такой недоразуменческий подпуш. Он вообще практически ничего не решает. И Флафф и Став у... Ани, он не умрет. Ему сбивать просто нечем телепорт. Да, лол. Просто три пацана, которым нечем сбивать телепорт. Я даже больше скажу. Тут четыре пацана, которым нечем сбивать телепорт. Стана. А только один в команде у Оранж. И вы видели, какое количество станов было у комплекции. Ну, я просто про комплекции сразу заметил, что там... Вообще все печально, но в плане контроля команды Оранж, команда Апельсинок. Для тех, кто только подключился. Смотрю, у нас стало немножко больше. Команда... Дайер. Команда из Малайзии ведет сейчас. А счетом уже 1-0. И комплексти хотят получить долгожданное очко. Вот так вот недвусмысленно все это дело звучит. Но, тем не менее, у них это может получиться. Комплексти сейчас более чем боеспособные. И счет вроде 1-9. Ну, посмотрим пока по общей картине. Почти 10 тысяч перефарма. И 3 тысячи по XP. Ну, вот такие 10 тысяч перефарма, это из-за того, что ЦК вообще практически ничего не имел. Ну, посмотрим сейчас Нетворф. И мы видим действительно, что Хаос Найтом 4-200. Винтер 4-500. Медведь, просто медведь, у которого 9-200 фармит, как царь. Он просто заходит своим питомцем. Сгорает крипов. Крипы пушат линию. Все хорошо. Чуть что, сразу же вернул его обратно. И все у него вообще отлично. В общем, Яматех тут начинает раздражать Рошана. Наверное, я вам если этого не делал. Ну, на Рошана хотят попасть в комплексити. Да, это действительно так. Все, погнали его месить. 9500 хп. 5 армора. Тингер сейчас подходит. Очередной раз. Залил, скажем так. А что делать? Ну, нужно отступать там 4 марш в машинц. Действительно, урона, ну, очень много заходит. Флафенстап, кстати, ревиджем. Он что, хочет идти уйти? Ну, как вариант, на самом деле. Только ему нужен какой-нибудь медведь, что ли, рядышком. Именно с Радиком, который, да и Рубик, не помешал из-за своих чудесных фейт-болтов. Атака сейчас на Муши. Крадет. Джею сейчас. Реалити рифт. 3 секунды стана по Флафенстапу. Флафенстап, ревиджует. Ну, правильно, мне кажется, на самом деле сделал. Есть еще Гаш. Реалити рифт. И это минус Муши. Так, это вообще что такое? Это вообще что такое? Поймали Винтера. Встан под Винтера. Отдалол. Брюмастер уже второй или третий раз не может ничего сделать. Даже ульту не успевает завязать. Брюмастер. Бистмастер пока что. Да, ульту у него на кулдауне. Видимо, только что тратил его уже. Опять же, там на топе неплохо так прессанули. Хаус Найт. Сейчас счет 13-9 уже. В пользу колов. И многие из нас, из комментаторов, отвечали, что колы сильны. Ничего не скажешь. И вот это те ребята, которые когда-то назывались Fire. Которые когда-то удивили нас, выстрелив на просто однодневном фактически турнире. Убив там весь мировой топ. И показав, что они действительно умеют играть. И с того момента они нас только приятно удивляют. Есть минус Рошан. Сбирает его, конечно же, Лондруид. Главное сейчас не отдать этого Рошана. 170 гп остается. Да, успевает уйти. Но там еще... Регена, кстати, весьма спорная тема. Потому что Яд Виномальд сейчас все равно ему все собьет. Да, действительно, так и произошло. 4 секунды стана по Джею. Джею! Нет, Джею уже ничего здесь не сделает. Ничего его не спасет. Нужно просто отступать. И главное не нафидить. Не нафидить их с майки. Смоук. Гениальное решение. Ремастер бессилен. Бегают пацаны на максимальном МС, а всем по сути пофиг. Абсолютно. Да, вот 522, там тоже 522 обносился. Оранжи заберут тир-1. Но все равно по деньгам мы видим, что овер-10к уже у колов. Испе овер-5к. Так. Там сейчас продолжают удивляться зрители. Ой, ой-ой-ой. Плафон ставь. Куда вообще полез? Но на нем-то 4 секунды стана. Все равно ему пофиг, на самом деле. У него Кракеншилл, его бьют, у него все слетает. А вот то, что Айс сейчас будет просто отъезжать от одного медведя, это на самом деле огромная беда. Да, хорошо застанили здесь Яматеха, Винтер. Винтер без ульта. Можно пытаться забрать Брюмастера. Корни хорошо срабатывает. Муж прыгает. Да куда же ты прыгаешь? Отличный стан от Икс Майкин. Но тут Импетус и Яматех уже на месте. Да, Тинкер просто моментально возвращается. Телекинез, Клэп еще от Джейо. Еще один удар от медведя. Хорошо, медведь там продолжает просто навязать. Можно убивать еще и Инчу. Хорошо, Ревейд, да не достает. Ревейд, в кого? В кого был он? Тред. Ты зачем поехал в Америку? А вот, он же писал, что он будет стримить за Интернешнл точно. Вот он, видимо, именно этим и занимается на данный момент. Короче, вот так вот получается. 17-13. Последняя драка была не самая удачная, ну и не провальная, скажем так. Так, могло сложиться гораздо хуже. Так, ну и все вроде. Пока что все подутихло. Я воткучу им, да. Потому что пока все действительно подутихло. Винтер, даггер, арканцы. Больше пока ничего нету. Нужен агоним, я думаю, какой-нибудь мы сейчас. Киси. Пошел забегать с медведем на разведку. Ну как, на разведку варта здесь стоит, он прекрасно все видит. Главное сейчас не увлечься, а то убьют. Будет очень неприятно. Тем более, что денег там сейчас у медведя-то достаточно. Владмирс 1100 и еще в мишке в самом Родианс. Короче, крайне неприятная сейчас ситуация для Оранжей. Там кого уже убивают, а это Флафенста просто быкует. Причем так добыковался, что и очень марш в машин с ней убили. Рубик, кстати, особо воровать ему в этой игре нечего. Ввиду того, что нету никакой массы ульты, наверное. Только кроме Виномансера, возможно. И то Винник там такой достаточно спорный вариант. Он может даже не успеть ничего вкасовать. Вот в чем дело. У Винника, кстати, есть гем. Опять же, вот этот гем, он сам по себе хорош у Винника. Потому что он при помощи вордов может разбивать чужие. При помощи своих змеек, я имел ввиду. А, конечно, то, что он такой тонкий. Его же сейчас убьют вообще и не ощутят. А Мансер вообще? Что? Где? Какой? Яд, говорили? Нет, нет, мы такого не видели. ТС решила отсюда свалить куда подальше. Клафенстав, Иксмайки и... Можно, я думаю, пойти подраться? Да не можно, а нужно. Где вообще мой рефрешер на Тайтхантере? Что за фигня? Верните мне рефрешер на Тайтхантере. Муши, кстати, потихоньку начинает реабилитироваться. Он догоняет и Бистмастера, и... Конечно, да, флоп-наставка ему еще немножко далековато. Но, тем не менее, тем не менее, догоняет потихонечку, полигонечку. Нельзя опускать этот баг из виду. В смоке заходят колы. Сейчас поймать бы какого-то Тинкера. У него, кстати, деньги на байбек есть. Да, деньги на байбек есть. Вот сейчас он зашел такой сразу. Все помигали, все разбегаются, все улетают. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Все просто поразлетались. Ну все, спалились комплексики. Поставили они здесь Син-3, там разбили вард. Все отлично. Я думаю, можно потихонечку начинать заходить. Даже просто банально медведем Тауэр подгрызать. И рано или поздно-то он упадет. Это естественно. Прилетает вновь Тинкер. И чё? Чего стоим? Кого ждем? Есть Пайпецкий. Медведь заходит. Медведь начинает грызть вышку. Кстати, Х-Майки тоже нормально через диаболики справляется. Потрачен был только что глиф фортификации. Я думаю, сейчас отойдут. Там как-то пополнят запасы. Ой-ой-ой. Вот главный этот запас. Поднимает сейчас на ветра. Джейо! Ну тут сейчас будет телекинез. Откинет поближе к медведю. Да, медведь сейчас просто корни сработают. Нет, даже корни не нужны. Просто Джейо крадет стан. Заряжает на 3 секунды просто. Его одного настоящего обладателя. И приятный такой факт для кола в 18-3. Но опять же, опять же, нельзя. Нужно, чтобы Оранжи побеждали. Если мы хотим увидеть Нави вообще без особых проблем в сетке юноров, нельзя давать колам очки. Естественно. Оранжи должны тащить. Каким образом они это будут делать, я, конечно, не понимаю. Но они, по идее, должны были затащить. Как получится, увидим, я думаю, минут через 15-20. Медведь, конечно, хорошо отфармленный. Очень хорошо отфармленный. Уже китерслоун у него там есть. Еще тысяча золота. Заходит сейчас потихонечку по миду. Очередной пайп. Сейчас просто, опять же, диаболик и медведь. Вот диаболик, медведь. Медведь и диаболик. Минус тавер. Лешрак разрушил башню. Много диаболика была потрачена только что вот по этой постройке. Есть ульта твина мансера. Лафен стап. Но у него там кракен шелл. ПРЕВЕЙДЖ. Почти в тему. Но муж сейчас просто с иллюзиями влетит обратно. Фаффенстав отступает. Нету, нету, нету. Где вообще медведь? Кого он грызет? Просто вижу, как там горит. Лешрак. Лешрак тоже лоу-HP. Вот он убежал. Иксмайки. Но поймали. Все-таки Винтера убивают Винтера. Икс отступает. Айс отступает. Все биты у колов Они тоже, я так понимаю, решили Педали покрутить Куда-нибудь подальше Отсюда И заходят колы сейчас на топ Барака просто здесь уже нету Поэтому можно воспользоваться Возможностью зайти на топ Тем более что Глип отсутствует Глип потрачено Муши, корни по муши Ну тут же ГГ, друзья Я в этом практически уверен Тут просто сейчас казарма ближнего боя Рассыпется на Мелкие кусочки Да, ГГ пишет Оранжи Поздравляем команду Комплекс Итоговый счет у нас Вышел 1-1 Вроде бы как-то так Да, ну и на сегодня тогда у нас все Я сейчас пойду посмотрю Как там наши дарара-дарарочки поживают Запись, я думаю, сейчас прям останавливаю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!